Первое упоминание о капустном рынке в Барно, который в те времена назывался Старым Рынком, можно найти в грамоте 1293 года. Много лет люди называли его Верхним Рынком, очевидно потому, что он располагался на холме под Кафедральным Собором Святого Петра. Традиция рынка в этом месте сохранена и сегодня. На рынке уже в средние века можно было продать или купить различные товары, но прежде всего здесь люди встречались, разговаривали и узнавали самые различные городские новости. Часто сюда ходили развлекаться, здесь выступали фокусники, музыканты или силачи. Жизнь на капустном рынке кипела не только на поверхности, но и под землей. Пространство под брусчаткой было пронизано лабиринтом подземных коридоров и подвалов, которые возникали уже в средневековье. Торговцы, которым было необходимо хранить свои товары, постепенно на протяжении веков построили множество подвальных помещений, предназначенных прежде всего для скоропортящегося товара, который в холоде подземелья оставался свежим. В самой нижней части подвала часто был выкопан так называемый ледник, обложенное камнем пространство, которое заполняли льдом для охлаждения помещения. Бочки с вином и пивом устанавливались на дубовые решетки, некоторые продукты питания для защиты от грызунов подвешивались в корзинах или мешках на крюках, прикрепленных к сводчатому потолку. Мясо подвешивалось на крюки, размещенные вдоль стен. Почти что во всех подвальных помещениях имелись ниши, в которых размещались имеющиеся в те времена источники освещения, такие как лучины, факелы или лампы. Начиная с 15 века увеличивалось количество хранимого товара, и поэтому подвалы, которые в большинстве своем строились под домами и дворами, стали расширяться за границей планировки домов. Горожане прокладывали коридоры под общественной собственностью города хаотично и в несколько этажей над собой. Возникала продолжительная сеть подвалов, в некоторые из которых могли заезжать и повозки, запряженные лошадьми. КОНЕЦ